Привет всем, с вами Руди и сегодня я представляю вам видео из нового цикла обзор с пристрастием. Не так давно я увидел проект под названием Inzenhorn Xenos и не мог пройти мимо него. Это детища компания Pixel Hero Games и представляет собой кроссплатформенную игру на iOS, Android и ПК. В целом она воспринимается как некая экранизация книги Дэна Абнета и позволяет нам оказаться в шкуре инквизитора Inzenhorn. Сделана игра в первую очередь для мобильных приложений, что однозначно сказалось на графике и управлении. Оценивать же я ее буду на ПК, поэтому игроки на мобильных устройствах могут меня не поддержать в суровости оценок. Сами сделайте на это скидку, я надеюсь. Все усложнил тот факт, что циклы литературы по Вархамеру и Инквизитору в частности оказались моими любимыми книгами. Именно поэтому я с особым пристрастием присмотрелся к игре и собираюсь оценить ее вместе с вами. Давайте приступим. Игра представляет собой смесь стелс-экшена, квеста и до точно построенной новеллы. В игре присутствуют частые видео вставки на движке игры, повествующие о размышлениях Грегора, ну или классические демонстрирующие диалоги между персонажами. Сама игра буквально списана с книг и в точности повторяет диалоги, действия и сюжетную линию, за что разработчикам от меня отдельный жирный плюс. О какой-либо нелинейности, правда, можно забыть. В ходе игры зачастую приходится делать выбор, или лезть на пролом, или же скрытно убивать противников поодиночке где-то в тени. Изредка вам попадаются бои с боссами, но никакого разнообразия боевки вы здесь не встретите. Периодически возникают задачки и несложные квесты, например, просканировать комнату ауспексом, ну эдакие приборы, если кто не знаком с терминологией Вархаммера, или же взломать систему защиты, попав бегунком в отмеченное поле в нужный момент. В ходе игры у героя может быть до двух сопровождающих, которые имеют собственный эквип. За прохождение того или иного эпизода или убитого противника вы получаете монеты, на которые впоследствии обновляете шмотки для своих персонажей. Эквип дает бонусы статам героев, среди которых также особого разнообразия нет. Это урон, здоровье, шанс крита или, например, количество зарядов болтера. Для любителей Вархаммера может и сойдет, но так как мы с вами на оба что не согласны, 3 из 5. За геймплей. Атмосферность в данной игре присутствует, какая бы простая в части геймплея она не была. Но и сказать, что погружаешься в процесс с головой, тоже язык не повернется. Поэтому за атмосферность оставлю 4 из 5. Звук в игре добротный. Приглушенная фоновая музыка в ходе прохождения миссии нисколько не давит и не мешает. Ну а звук цепного меча будет как бальзам на сердце для любого любителя Вархаммера. Твердая пятерка. За звук. Стоит учитывать, что управление в первую очередь создано для консолей. Порт на ПК получился сносным и в целом достаточно удобным и простым. В игре есть десяток кнопок для использования всего функционала, не более того. И это только упростило задачу порта. Ну и пару слов про камеру стоит заметить. Она не всегда дает красивый ракурс, иногда очень хочется ее отдалить или как-то развернуть, но этого не получается. За управление 4. Ну и теперь давайте вернемся к грустному. Это графон. На дворе 2016 год, ребята, ну нельзя так деградировать. Движок Unreal Engine хоть и пыхтит, старается. Графон в игре, увы, оставляет желать лучшего. В дергании рта за место красивой анимации разговора. Угловатые модели, окружение, ну не то это все, не так должно быть. Конечно, мы можем сделать скидку на то, что это порт и очень добротный, но ПКшникам, я думаю, хотелось бы лицезреть что-то более внятное и приятное. Поэтому здесь тоже 3 балла из 5. Давайте теперь подведем общий итог всех поставленных оценок и в целом игры. За что изенхорну точно не должно быть стыдно, так это звук, атмосферность и управление. По остальным критериям я без колебаний влепил бы по тройке. В целом проект заслуживает тройки из 5 баллов. Потому как самые фундаментальные вещи, такие как геймплей, графика, они не вытягивают на топ проект. На этом у меня все. Всем спасибо, подписывайтесь на мой канал, пишите свои впечатления, отзывы и отклики. Я постараюсь учесть и прислушаться каждому из вас. Всем пока и до новых встреч.